МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Молокова. Сегодня в программе. Новый собственник и старое производство. На чулочно-трикотажной фабрике началась работа. Чтобы помнили, в день вывода советских войск из Афганистана в России вспоминают героев необъявленной войны. Любви всевозраст и покорны. Святой Валентин собрал чебоксарскую молодежь на бал. Послание главы Чувашии, которое было озвучено в Государственном совете вчера, остается самым комментируемым событием. Мы узнали, какое впечатление оно произвело на тех, кто слушал его в зале. По сути, мне понравилось все. Само выступление нашей главы республики – это замечательное выступление. По сути, освещены все вопросы, которые затрагиваются в нашей жизни. Это вопросы экономики, развития промышленности, агропромышленного комбаса, вопросы здравоохранения. Энергично на вопросы отвечал Михаил Васильевич четко и по делу. Республика живет, продолжает жить. Но ведь не только власть должна работать, и мы сами тоже, у себя на местах, мы должны иметь, как сказать, новый образ мышления. Ведь другое время, мы в ВТО уже, другое время наступило. Нам нужно правильно, профессионально работать. Мы об этом должны знать. Не нужно только смотреть на власть, нужно самим работать. Смысл послания, нацеленный на развитие республики, на большое внимание в нем уделено именно проблемам детства, проблемам системы образования. И порадовало то, что многие целевые программы и комплексная модернизация системы образования будут продолжены. Вот впечатлило то, что глава республики хорошо осведомлен о проблемах школы, о проблемах профессионального образования. Данное послание, которое было представлено главного Чувашеской республики, Михаилу Васильевичу Игнатьеву, оно основано на компетенциях. Послание – это всегда компетенция, то, чем обладает на самом деле республика. Есть четкая, одна объективная оценка, с которой, собственно говоря, все согласились, все и так согласились, проголосовав за практически, единогласно среди Евгипадского корпуса, за и итоги, и за то, что предстоит им сделать в наступившем году. Это брейтинговое агентство оценки республики Модис и Фитч. Еще раз скажу, это дорогого стоит, это очень объективная оценка, которой нужно дорожить, потому что прогноз стабильный, это вещь заслуженная на самом деле, и доказывает, и показывает только то, что объективно республика за короткие сроки имеет все время положительные результаты. Мне, конечно же, были очень интересные подходы, решения всех вопросов по развитию, поддержке образования, культуру, науки нашей Чувашской республики. Радует то, что все указы президента, которые были связаны с повышением заработной платы бюджетной сферы нашей Чувашской республики, реально решаются, и конкретные цифры названы. Очень интересно прослушала вопрос о решении проблем дошкольного образования, проекта по строительству дошкольных образовательных учреждений, обеспечении нужд нашего населения местами дошкольных образовательных учреждений. Я думаю, это приятно воспримет со всеми жителями Чувашской республики. И, кроме того, конечно же, по вопросам образования особо прозвучал сегодня вопрос подготовки инженерных кадров. Подведены итоги конкурса лучшие муниципальные служащие в Чувашской республике. Такое профессиональное состязание чиновников прошло впервые. Так организаторы решили поощрить специалистов органов власти различного уровня, работающих не за страх, а за совесть. Лучших из лучших наградили в Доме правительства. В конкурсе лучшие муниципальные служащие в Чувашской республике приняли участие 39 представителей из 19 муниципальных районов и двух городских округов. В двух номинациях победителями стали 6 человек, все, кстати, женщины. Впрочем, требования к муниципальным служащим не имеют гендерных различий. В положении о конкурсе говорится, что лучшими признаются чиновники, достигшие высоких результатов в профессиональной служебной деятельности и внесшие значительный вклад в развитие местного самоуправления, эффективное решение вопросов местного значения. Муниципальные службы – это те люди, которые напрямую общаются с повседневными проблемами нашего населения. Поэтому от того, насколько они сегодня эффективны в работе, профессиональные в решении вопросов, настолько и складываются мнения у населения. Соответственно, уровень критерий, вернее, уровня государственных и муниципальных служб. Сегодня Чебоксары посетила делегацию республики Болгария. Гостей интересовало в Чувашии многое – от экономического потенциала до политического устройства республики. Болгарская делегация предлагает в столице Чувашии установить побратимские отношения с городом Бургас. Бизнесмены уже готовы презентовать совместные проекты. Один из них – рекультивация территорий, на которых размещена пехтулинская свалка. Кроме того, Болгария – один из центров туризма, поэтому есть предложение открыть в столице Чувашии представительство туристической компании и визовый центр, а в будущем наладить регулярные авиаперелеты. У нас в Болгарии говорили «Здравствуйте, братушки!» Мы и так обращаемся к нашим российским друзьям. И хочу поблагодарить от имени всех делегаций, всех гостеприимств за то, что вы делаете для нас. Показывайте все. Нам очень интересно. Ваш город очень красивый. Я просто не представляю, что будет летом, когда приедем. Дай бог. Увидел, что у вас очень такая молодая команда, и все такие элегантные. Многие в Болгарской республике разговаривают на русском. И для каждого россиянина, который… Ну, мы еще не все на английский язык перешли, не все немецким владеем. Важно, когда куда-то приезжает, кто-то встречает на родном языке. Это большой плюс. Потому что, ну и всегда Болгария у нас как дружеская. Я думаю, что тут надо только развивать. Сегодня 24-е годовщина окончания Афганской войны. В Афганистане воевало более 4,5 тысяч жителей Чувашии. 111 из них не вернулись домой. Как отмечают этот день в республике, смотрите далее. Их по сей день называют афганцами. Десять лет они сменяя друг друга воевали в чужой стране за чужую идею, одинаково чужие для всех. На четырех стеллах мемориала высечены имена воинов, погибших в этой необъявленной войне. У многих пришедших в этом списке друзья, однополчане. В Чебоксарах есть улица Олега Беспалова. Мемориальная доска на доме номер 2 напоминает, что здесь жил воин-интернационалист. Олег Ярославович посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Его имя также носит школа номер 7 города Чебоксары. Я его лично в Афганистане, когда с вертолета привез, ну, раненых убитых привезли с вертолета, я их загрузил в машину и в морг. Лично когда раздевали, уже обмыли его там туда-сюда, в гроб вложили, я на нем считал 42 ранения. Там Беспалова. Вот его так изрешитить и ловить. Хранить память. Только так живые могут отдать свой долг ушедшим, говорят ветераны. Мемориал – это не только памятное место, это символ боевого содружества, который участники войны в Афганистане построили на свои средства, чтобы сохранить в Чувашии частичку военной истории страны. Георгий Казнин, Дмитрий Точилов, Николай Яковлев. Республика. Две площадки бывшей Волжской текстильной компании, привычное название Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика и хлопчатобумажный комбинат ушли с молотка. У них появились новые собственники. Напомню, в 2009 году ВТК признана банкротом. К этому моменту за компанией свыше 4 миллиардов рублей долгов. Там вводится конкурсное производство, а руководство региона заявляет о криминальном банкротстве предприятия. Увольнение, сокращение, снижение и долги по зарплате. Словом, нестабильность и страх за то, что может быть завтра. В такой напряженной ситуации последние несколько лет жили работавшие на бывшем ВТК. Какое настроение у людей сегодня? Какие планы в отношении предприятий у новых собственников? Узнала наша съемочная группа. Вывеска с надписью «Продается», долгое время висевшая на здании чулочно-трикотажной фабрики, снята. В декабре прошлого года предприятие ушло с молотка и обрело нового собственника. Новость моментально разлетелась по фабрике. Как говорят здесь, узнав об этом, испытали радостный шок. Опасались худшего – массового увольнения и закрытия предприятия. А угроза была осенью прошлого года. У всех у нас семьи. Мы привязаны к дому, к семье. А переживали, потому что швеи, я бы не сказала, так востребованы, как остальные профессии. Это надо было куда-то идти переучиваться. А переучиваться – это не всем хорошо. Сегодня на предприятии пятидневка. А в прошлом – сокращенная неделя – проблема с зарплатой. Люди готовы вернуться на предприятие. Вот только какие планы у нового собственника? Многие полагали, что хозяином станет тот, кто с 2010 года арендовал здешние площади. В итоге приобрел фабрику бизнесмен Владимир Ермолаев. Владелец нескольких компаний. Выкуплены не только стены, оборудование. Вся фабрика с брендом, остатками сырья, контрактами, интеллектуальным ресурсом и рабочими руками. Весь бизнес, как того хотела региональная власть. Для предпринимателя это не профильный актив. Но в правительстве рассчитывают, что он продолжит развивать фабрику. Для нас, для республики, самое главное – это чтобы люди были так же трудоустроены. Затрачены серьезные усилия для того, чтобы приобрести этот комплекс. Ну и просто так его сейчас опустить с молотка, на ветер – это, наверное, нецелесообразно. И это понимает новый собственник. Поэтому для себя ставить задачу для того, что это возврат средств, это возврат кредитных средств. Это, возможно, только прелепет успешно реализации этого проекта. Представители собственников, в свою очередь, заявляют, больше никакой оптимизации. Если в январе прошлого года на фабрике работали свыше тысячи человек, то сейчас осталось чуть больше 800. На сегодняшний день предприятие сохранило свою специфику, свою направленность. И предприятие планирует только увеличивать свои производственные мощности, свои производственные ресурсы, как человеческие, так и технические. Никаких сокращений не планируется. Сократили уже все, что смогли. Напротив ЧТФ нужны люди – раскрощики, швеи, вязальщицы. Несмотря на то, что легкой промышленности нелегко, по стране немало фабрик, которые также переживают не лучшие времена. Сырьевые рынки далеко, в Узбекистане или Индии производство нужно модернизировать. Но фабрика может развиваться сама, говорят в коллективе. Особенно трикотажные направления, где успели обновить оборудование и отремонтировать часть цехов. Лишь бы не мешали. И все же предприятию пока еще нужна государственная поддержка. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Бесплатную приватизацию могут продлить. Госдума рассмотрела законопроект об этой инициативе. Напомним, что бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2013. Она началась в 1992 году. Ее сроки уже дважды продлевались. Как всегда, многие россияне привыкли все делать в последний момент и как следствие в регистрирующих органах ажиотаж и длинные очереди. По некоторым оценкам, в России около 25 миллионов человек не оформили приватизацию своего жилья. Есть и те, кто вот-вот получит квартиры от государства. Жилищное строительство идет бурными темпами. Социальных программ в этой области немало. И люди высказывают желание приватизировать жилье. Кроме того, многие эксперты и сами чиновники считают, что сроки компании не стоит ограничивать. Я считаю, что это, ну это мое личное мнение, это, конечно, ущемление прав людей. Люди, которые вот сейчас, может быть, дети, они вырастают. Почему они лишаются возможности затем приватизировать жилье? Сколько стихов о любви написано, сколько прочитано, а сколько их можно услышать на балу. 14 февраля активная молодежь столицы отпраздновала День всех влюбленных. Все по закону жанра. Девушки в красивых платьях, мужчины в костюмах, атмосфера, пропитанная нежным чувством. Скучать не приходилось. На балу работали шесть творческих площадок. Участники учились завязывать галстуки, плести косички, танцевать латиноамериканские танцы. Флористы дарили влюбленным букеты, визажисты украшали гостей аквагримом, а художники рисовали шаржи на память. Взглянуть на такое действо приехал глава города Чебоксары Леонид Черкесов и не упустил возможности признаться в любви родному городу. Если есть у вас любовь, любовь к близким, любовь к родному городу, любовь к окружающей среде, то у вас все получится. Потому что любовь – это то состояние души, которое помогает творить настоящие дела, которое помогает и в работе, и в повседневной жизни. Будьте счастливы, будьте любимы и любите друг друга. К праздникам! Самым ярким событием вечера стало открытие молодежного ЗАГС. Зарегистрировать свои отношения могли все желающие пары. Их оказалось более 20. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok В течение всего вечера проходил конкурс на лучшую влюбленную пару. Пройдя все испытания, это звание завоевали Иван Данилов и Юлия Измайлова. Бедность моя к тебе одна, алая, как сердце внутри меня, навсегда с тобой вместе. Я безумно люблю тебя. Хочу сначала всем влюбленным пожелать, чтобы счастья, любви, а самое главное, чтобы это было взаимно, чтобы все друг друга любили и очень сильно, чтобы не было разбитых и одиноких сердец. А тебе хочу сказать, что я очень люблю своего солнышка, что надеюсь, что на все будет хорошо и будут детки. А это будет всегда. Молодежный балл влюбленных – прекрасное место, чтобы провести свое время с любимыми, может быть, найти свою вторую половину или признаться в своих чувствах, что я сейчас и сделаю. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. На сегодня это все. Сразу после нашей программы смотрите репортаж о том, где в выходные можно выбрать подарок. Хорошего вам отдыха. До свидания. В праздник всех влюбленных в выставочном зале на заливе начала работу выставка-ярмарка «Каменная сказка». Огромный выбор украшений, сувениров и талисманов из натурального камня, дерева, жемчуга, серебра выставлено на прилавках. Уникальные индивидуальные украшения из витражной горячей эмали в виде анютиных глазок с миниатюрной бабочкой, изображения животных на кулонах в виде росписи по перламутру. Роспись на раковине. Это такой морской венецианский пейзаж. Пишет у меня один художник из Петербурга, который занимается только тем, что пишет морские пейзажи. И это у него получается прекрасно. Обратите внимание, как структура перламутра, она очень плавно соединяется с живописью. Картинка как живая. Эффект солнечных лучей, эффект ветра. Можно даже сказать, тут надвигается гроза. Скоро весна и хочется выглядеть красиво и стильно. Прекрасным аксессуаром к весеннему наряду послужит шейный платок или шарф из натурального шелка. Выставка хоть и приезжает в Чебоксары регулярно, но каждый раз радует нас новинками. Вот и сегодня к выставке присоединилась участница из нашего города. Мурановское стекло – это материал, который имеет историю. Здесь представлены различные работы бижутерии в нескольких технологиях. Это работа с муринами, когда из различных стеклянных трубок собирают узоры. Это могут быть бусины, кулоны, в которых запечен металл, серебро. И в зависимости от того, как лег металл, получаются различные узоры. И каждый раз это что-то новое. Поспешите на выставку-ярмарку «Каменная сказка», которая проходит с 14 по 17 февраля в выставочном зале на заливе. Ведь здесь можно выбрать подарок ближайшим праздникам. Как для него, так и для нее. Продолжение следует...